Так, сейчас у нас 4 марта 2021 год в Харькове. Время 17.50 по Киеву и попытка снять Марс и Плеяды. Так, видно Марс в низу экрана. Красненькая точечка через облака. А Плеяда с правого уголка ничего не видно, да? А так. Ну, сейчас буду играться как могу. В правом верхнем углу должны быть видны Плеяды. Но я их в окуляр вижу, а, конечно, на экране это полное разочарование. Я вчера снимал, снимал. 3 марта два угловых градуса. Хорошо пошли хоть так на Плеяда посмотрю. О, ну, теперь я хоть на экранчике вижу. Ну, красота. Увеличил ISO до неимоверности. По-моему, вместе с ним увеличилась и сила ветра. О, я представляю, как это будет на экране звучать. Ребят, ну, Плеяды, по-моему, просто супер получается. Если я их вижу даже на маленьком экранчике фотоаппарата. Ну, ветер просто эпический. Я думаю, пускай это будет очень шумно. А это будет очень шумно на мониторе. То есть всё в точечках и крапингах. Я не про ветер в данном случае. Вот. Но, по крайней мере, зафиксируем. Вон он, в нижней части экранчика наш замечательный. Марс до него 224 километра на сегодня. Вчера было 223. Ну, я думаю, это не принципиально. По сравнению с октябрем. Вот какая у нас сейчас видимость. Это я в закуток такой забрался бы. От ветра хоть чуть-чуть оградить себя и аппаратуру. Не вполне, впрочем, успешно, но... Слушайте, вот даже на мониторе, на экранчике, фотоаппарата, вижу в правом углу Плеяда. Ну, Марс-то хорошо видел, относительно. Конечно, когда он был в октябре в 60 миллионах километрах, тогда даже полярные шапки на нём рассматривали. А сейчас небо мутненькое. И расстояние четверо больше. Практически. Попробую сейчас навестись конкретно на Марс, но... Земля под ногами чавкает. Плюс восемь всё растаяло. И даже статью как-то крепко установить не могу. Ой, ребят, ну... Наверное, это, к сожалению... Не то, чтобы лучшее, что могу сделать, но... Единственное, что могу... Сейчас резкость попробую еще... Не, не надо лучше, с резкостью. Ну вот. Посмотрели на движение Плеяд и Марса. Уж как получилось. Ну, лучше, чем по телефону, так точно. Ну, сейчас попробую... Поуменьшать... Не, так совсем темно, да? Ни грамочки, ничего не видать. Давай увеличивать. Добавим яркости. Ну, ребята, наверное, вот это лучшее, что есть в этом дубле. 17.57 по Киеву. Кстати, старлинки тут еще над нами летают. Подождать надо полчасика, может, полчаса их снять. Но облака все плотнее. А, сейчас я, наверное, еще сниму одним заходом. А где поезд Орелом? Еще не видно его. Как так? Облака, наверное, скрывают. Ух ты, елки-шпалки. Уже должен быть. Ох, ребята, извиняйте за такое в грязи по щиколотке.